Интерактивная музыкальная установка, разработка представителя Тверской области Даниила Гудкова победила в региональном конкурсе технологических проектов стартап-тур. В списке лучших еще один тверской предприниматель Евгений Фаянс, победителя и призеров конкурса, объявили на церемонии закрытия всероссийского стартап-тура 2021, который прошел в областной столице в онлайн-формате. С победителями встретилась Наталья Чекет. Проект победителя конкурса Даниила Гудкова – это разработка интерактивной музыкальной установки. Как рассказывает автор, идея создания проекта возникла давно, а вдохновением стал диджейский стол 15-летней давности. Пользователи установки Wave смогут самостоятельно сочинять музыку и пробовать себя в роли диджеев. Мы придумали проект, который персональный, то есть это как игрушка, то есть сочетание физической формы и технологичного мобильного приложения. Стационарная доска, столик, подготовка устройства к двери занимает порядка двух минут. Разработчик предполагает, что использовать установку смогут как дети для развлечений и обучения основам музыкального образования, так и взрослые. В целом это такое мультимедийное устройство, которое сочетает в себе уже готовые инструменты для создания музыки, то есть для миксования из тех мелодий, которые мы там уже записали. Один из основных компонентов интерактивной установки Wave — это игровые кубики, которые разделены на четыре категории — ударный, бас, мелодия и вокал. Каждый кубик содержит уникальный код на обратной стороне, который считывается приложением и воспроизводится звук. Как рассказал Даниил Гудков, музыкальной установкой уже заинтересовалось большое количество человек. Еще одним призером стартап-тура стал Евгений Фаянс, который разработал оголовок для скважин, препятствующий попаданию в воду грязи, пыли и другой жидкости. Кстати, оголовок — это своего рода крышка для скважины. Скважина на даче или возле дома. Если просто ее оставить, то любая пробегающая мышь, лягушка прыгнет туда и там останется. Оголовок — это крышка, которая сверху закрывает скважину. И у этой крышки предусмотрено отверстие для того, чтобы продеть трубу, по которой насос качает воду, кабель электрический для питания насоса. Разработанный Евгением и его командой оголовок, в отличие от других, за счет конусной конструкции, подходит для любой скважины бытового назначения. Кроме того, это единственный оголовок, умеющий уплотнять кабель прямоугольного сечения. Разработка может использоваться в быту при устройстве скважин от 16 до 32 миллиметров. В основном в штуцере, который цельнолитой и также эластичный, предусмотрена ступенечка. В комплекте идут сменные втулки на стандартный диаметр труб 20, 25 и по умолчанию 32. За счет того, что все эластичное, и муфты, и штуцер, и все это дело прожимается, можно применять любые нестандартные трубы. Этого не умеет ни один оголовок в мире. Кроме всего, в разработанном оголовке для скважин можно использовать плоский электрический кабель для насоса. Конкурс, в котором участвовали герои нашего репортажа в сфере технологического предпринимательства, был организован инновационным центром Сколково. В полуфинале регионального конкурса были представлены команды из Твери, Редкина, Москвы и Смоленска. Ко всему Тверской области в полуфинал вышли 12 инновационных проектов. Для нас это большая честь, что мы принимаем участие в этом мероприятии, которое уже проходит с 2011 года на территории Российской Федерации. Я уверен, что все наши регионы, они с помощью вашего проекта смогут получить более интенсивный рост, более интенсивный уровень развития. Во время стартап-тура представители правительства Тверской области и фонда Сколково запланировали еще один визит специалистов фонда для разработки дополнительных мер поддержки инновационных компаний Верхневолжья. В частности, планируется обсудить открытие на территории региона представительство, которое сможет оказывать необходимую помощь местному бизнесу, а также участие фонда Сколково в реализации проекта по созданию IT-технопарка в Тверской области. Продолжение следует...